Как заработать 100 миллионов рублей в год Сумма в 100 миллионов рублей не просто красивая цифра, это реальный доход одной небольшой компании во Владивостоке. Данных за 2019 год в открытом доступе пока нет, поэтому возьмем итоги ООО «Импыль» за 2018 год. В этом году прибыль составила 105 миллионов рублей при почти миллиардной годовой выручке. Фирма занимается перевозкой угля, так что начнем считать с минимальной производственной единицы грузовика. Грузовик работает в карьере круглосуточно с двумя водителями, сменяющимися каждые 12 часов. Водитель заступает на смену в 30 суток с последующим отдыхом в 15 дней. За один час он успевает сделать два рейса с фиксированной платой 120 рублей за каждый. Посчитав все вместе и применив простейшие арифметические приемы, мы сможем увидеть источник прибыли рассматриваемой фирмы. Водитель за год успевает отработать 8 смен при графике 30 на 15. В Трудовом кодексе Российской Федерации прописана 40-часовая рабочая неделя. Все выходящее за эти рамки считается переработкой и оплачивается как сверхурочная работа согласно статье 99 Трудового кодекса. Не вдаваясь в подробности производственного календаря, посчитаем среднее количество рабочих дней. При 52 неделях в году и 40-часовой рабочей неделе получаем 2080 часов в год. Отнимаем из них 36 дней или 5 недель положенного дальневосточником отпуска, а затем еще 2 недели новогодних и других праздничных дней. Остается 1800 часов в год на одного человека. Водитель при 8 сменах по 30 дней чередуя 12 часов работы через 12 часов отдыха за год отрабатывает 2880 часов, перерабатывая тем самым в 1,6 раза выше норма, на 1080 часов больше предусмотренного Трудовым кодексом. Опустим нарушение норм пребывания водителя за баранкой, посчитаем, сколько ему недоплатили сверхурочных согласно 99 статье Трудового кодекса. Статья предусматривает оплату труда в полуторном размере в первые 2 часа переработки и в двойном в последующие. Берем общее сверхурочное время в год и делим на число отработанных дней в году, то есть 8 смен по 30 дней и получаем 4,5 часа средней переработки в день в течение года. Если водитель успевает сделать 2 рейса в час по 120 рублей каждый, то мы смело умножаем и получаем 1920 рублей. В нашем случае владелец компании не считает эти часы как сверхурочные и оплачивает по фиксированной такси. Разница составляет 840 рублей. Недополученные водителем за смену 840 рублей, образующиеся за счет несоблюдения всего одной статьи Трудового кодекса, попадают в карман работодателя. Не оплачивая сверхурочные работы, он обманывает каждого водителя и присваивает его кровно заработанные деньги. Вернемся к грузовикам. Для круглосуточной работы в течение года необходимо в среднем 3 водителя. С одного грузовика за год выходит 604 800 рублей. Почти по 200 000 рублей в год недополучает каждый работяга. Осталось только выяснить, сколько грузовиков необходимо для получения прибыли в 105 миллионов. Делим общую сумму на неоплаченные сверхурочные и получаем 173,6 грузовика. Если вы хотите заработать 100 миллионов в год, вам достаточно иметь 170 грузовиков и не оплачивать водителям сверхурочные работы. Скорее всего у ООО МПЛ такого количества грузовиков нет. Среднесписочный коллектив за 2018 год насчитывает 273 работника. По крайней мере это официальное количество трудоустроенных граждан. У компании указана и другая коммерческая деятельность. Прибыль приносит не только грузоперевозки. Если водителям недоплачивают по 200 000 в год, то и остальным работникам вряд ли оплачивают сверхурочные. Тем же механикам, бухгалтерам, операторам, экскаваторов, производящих загрузку углем грузовиков на протяжении все тех же 12 часов в сутки. Используя данные из открытых источников, можно легко найти настоящий источник прибыли любой фирмы. Нарушая законы Российской Федерации, заставляя рабочих перерабатывать, создавая тем самым аварийные ситуации, повышая риск травматизма, капиталист обогащается. Они появляются из-за перенапряжения на рабочем месте и потери внимания. Риск попасть в ДТП или перевернуться на карьерном самосвале совсем не призрачный. При рабочей смене в 12 часов трудно не заснуть за рулем. Рискуют своей жизнью рядовые труженики, работающие в карьере. Им этот риск никто не оплачивает. Сколько еще нужно смертельных случаев, чтобы понять, что нормативы, предписанные техникой безопасности, берутся не из-за чьей-то злой прихоти. Эти нормативы прописаны ценой человеческих жизней. Продолжение следует...